Куда ты приехал, Амиран? Куда? Парк большой. Пойдем. Не трогай, не трогай там пальчик. По газону не ходим. Идем. Помчал. Куда по газону? Значит, у меня недавно кто-то спрашивал, в комментариях, кстати, смотрите, сразу 4 газона косыльшика. У меня в комментариях кто-то спрашивал, почему же Вернацкий изображен с кастрюлей. Амиран обязательно непременно с ним здоровается и с собакой. С кастрюлей, потому что здесь его известнейший рецепт борща. Рецепт борща от Вернацкого. Сварить бульон из говядины, в нашинкованную свеклу добавить уксус и тушить до мягкости. Помидоры отварить в собственном соку, протереть через друшлаг, нашинковать капусту, крупно нарезать луковицу и картофель. Поместить в бульон, посолить по вкусу, варить. До готовности нельзя, нельзя, нельзя залазить. Нельзя. Подавать со сметаной нельзя. Там нет борща, залазить нельзя. Обязательно надо проверить, что там нет борща. Ты что, борща хочешь? Нет. Ты хочешь борщ? Нет. Ну нет там борща, но он как бы есть, но он бронзовый. Бронзовый борщ. Сейчас напишите, такое только бывает на Украине. Давай. Ой. Все, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Видите, какие идут уборка какая? Сразу 4 газонокосильщика косят газон. И еще трактор, на который грузят всю скошенную травку. Амиран, идем здесь? Там нельзя идти, надо обойти. Надо обойти все, потому что там идет уборка. Для парка вообще сегодня прекрасная погода. Аккуратно там водичка, нельзя туда. Будут мокрые кроссовки. Идем. Видите, такие клумбы с водой. Спрыгивай, пойдем. Сюда еще хочешь? Нет. Листик. И что это будет? А, ты будешь в водичку их пускать, да? Листик в водичку пустил? Это да. Здорово как. В общем, нам уже и детская площадка не нужна, да, Амиран? Не хочешь уже к детям? Да. Мы здесь нашли. И змею он свою купает. Как ты змею купаешь? Покажи. Клумбе. Она у тебя плавает там? В бассейне плавает? Так, мы идем в аптеку с норой. Я так поняла, что в прошлом видео в связи со спешкой я не рассказала, какой же диагноз у кота. У кота целые кости. Все целое, ничего он не сломал. Было подозрение на пробитое легкое, но с легкими все в порядке. У него просто, я так понимаю, сотрясение в связи с ударом об машину. И еще он себе прокусил язык. У него пробитый язык, горло там пробито. Ну, в общем, у него есть повреждения, которые требуют лечения, но жизненно важные органы не задет. Поэтому у Нори выписали лист назначения. Она сегодня с папой забирала кота. Нора по здоровости с людьми. Здравствуйте. В общем, Нора забирала кота и выписали лист назначения, какие нужно купить лекарства в ветаптеке, какие лекарства надо купить в обычной человеческой аптеке. Сейчас мы за ними идем. Мы сейчас только с Амираном вернулись с занятий, покушали. Ну, в общем, бабушка освободилась. Сейчас бабушка посидит пока с Амираном. У нее там есть час, по-моему, до работы, до следующего клиента. И мы пока сходим в аптеку. Сейчас вернемся. Покажу вам кота. Так, два препарата нашли. Тут у нас в ветаптеке. Сейчас еще пойдем в обычную аптеку за остальными лекарствами. Нора сказала, будет заботиться. Чего ты прячешься? Человек повез лодку. Такую. В общем, люди готовятся к сезону купания. А мы купили остальные препараты в обычной аптеке человеческой. И сейчас идем делать все эти процедуры. Пока что не нашелся человек, который захотел бы себе взять кота. И все делать будет Нора. Да, Нора? Да. Потому что это мой кот. Она уже заранее решила, что это ее кот. Мне все равно. Нора в переноске его сегодня несла. Он не хочет в переноске сидеть. Он спрятался за переноску. Сюда Норочка ему здесь постелила. Разные полотенца. Из еды. Ему нужно такой либо паштет, либо корм. Но Рошебу купила и водичку налила. Но он как-то не кушает. Сейчас мы будем давать. Мне кажется, он чуть-чуть поел. Ну, чуть-чуть-чуть. И ты сказала, что сказал врач, что у него рана на гортане от удара. У него там трещина. Перебита гортань. Ну, в общем, я так понимаю, это не смертельно. Ему дома бейсболу надо. Да. Короче, все. Мы сейчас будем давать лекарства. Сейчас. Короче, я не знаю, что делать. Но рассказала, я буду делать все сама. В результате у нее это 100% не выйдет. Пыталась я. Значит, я пол таблетки в порошочек раз толкла. Ему надо это давать два раза в день по пол таблетки. Я сейчас пыталась ему это засунуть в рот. Порошочек таблетки. Еду он мало ест, поэтому, думаю, в рот засыплю. Он как начал рычать и кидаться. Пытается кусаться. Я не знаю, что делать в такой ситуации. Как дать лекарства, чтобы кот не нервничал? Пока я разговаривала по телефону, он залез в миску и что-то там лизнул. Кушай, кушай. Ты будешь кушать? Кушать будешь? У нас, в принципе, не хочет есть, пока ты с ним стоишь. Наверное. Так что уйти нам. Значит, звонили сейчас доктору. Доктор сказал, что когда... Ну, типа, не трогайте его день-два, не насилуйте его лекарствами, а потом можно как-то полотенцем его завернуть. Но мы же даже язык ему не можем сейчас обработать. Надо намазать ему язык одним лекарством, потом вторым. Типа, у него же стресс пока. Первый день. Может, вообще его действительно не трогать. Если загноится этот язык. Не дается в руки. Рычит, шипит, вырывается. Продолжение следует...